Черновики Бессменным куратором этих учебных состязаний является главный химик-сайенс-химпласт Александр Селезнев. Александр Владимирович – выпускник химического факультета Иркутского государственного университета. После вуза работал в Сибирском отделении Академии наук в Иркутском институте органической химии. Там защитил диссертацию, получил степень кандидата технических наук. Идея проведения первой олимпиады, собственно, и принадлежит Александру Селезневу. Идея, прежде всего, возникла, потому что хотелось поддержать интеллектуальную молодежь, интеллектуальных школьников. Тем более у нас, можно так сказать, город химиков. Почему выбрали именно химическую олимпиаду? Потому что город химиков – перспектива, скажем, для людей, которые захотят связать свою дальнейшую жизнь с химией. Был период как раз где-то в начале 2000-х годов, когда чувствовался такой спад общий. А поскольку этот спад чувствовался, ну, хотелось как-то немножко поддержать. Я, поскольку сам всегда в таких олимпиадах участвовал и понимаю, вернее, я помню по себе, как это интересно. Это, в общем, своего рода праздник для некоторых людей. Вот. Я думаю, что есть школьники, для которых это очень интересно. Александр Селезнев не только курирует проведение олимпиады и оценивает работы школьников. Он еще и задачи для участников придумывает. Обязательно такие, чтобы можно было детям проявить сообразительность и самостоятельность мышления. Где нужно приложить, ну, так сказать, смекалку, требуется какая-то изобретательность. Но зато там поле деятельности широкое. Можно, если ты, ну, так сказать, чувствуешь в себе, то можно очень-очень хорошо показать, насколько ты ориентируешься в химии, насколько у тебя творческий склад ума. 56 учеников из школ Саянска, Зимы, Масленогорска приняли участие в Олимпиаде. Победители и авторов лучших работ чествовали на саянском власти. Подводя итоги проведенной работы, Александр Селезнев отметил достаточно высокий уровень подготовки участников. Есть очень хорошее решение. Вот, ну, у нас традиционно всегда хорошее решение – это у гимназистов. Я, правда, не знаю, как потом, дальше все-таки разбивается. Но у них очень хорошее есть и именно химические решения. У нас достаточно хорошо всегда вторая школа выглядит, потому что у них есть, как правило, два-три победителя. Приветствовал школьников и генеральный директор предприятия Николай Мельник. Обращаясь к ученикам, он отметил, что отечественная химическая отрасль успешно развивается. В прошлом году был сдан крупнейший в нашей стране комплекс «Русвинил» по производству ПВХ в городе Кстово Нижегородской области с мощностями 330 тысяч тонн продукции в год. Серьезным толчком для развития отрасли станет строительство газопровода «Сила Сибири» и нефтепровода на Дальнем Востоке, где будет формироваться новая база химии и нефтехимии. Поэтому я также разделяю целый процент, что перспективы у нашей отрасли хорошие. И самое главное, есть большая потребность в той продукции, которая производится в химической отрасли нашей страны, особенно в условиях, когда, наверное, знаете, определенные ограничения по импорту появились. По-моему, тоннажные химии есть, эти проблемы, им про замещение надо заниматься, да и прояву других. Поэтому, если вы изберете ту профессию, ради которой вы сегодня, то есть, по которой вы сегодня состязались на нашей олимпиаде, мы будем очень рады. С теплыми словами обратилась к школьникам и начальник отдела кадров предприятия Людмила Носова. Вы очень славно потрудились, и сегодня ваш труд оценен. Я уверена, что риски творчества, а они есть в каждом из нас, вот просто надо взращивать и культивировать. То есть, иными словами сказать, надо формировать свой взгляд на самые обычные, ну, такие вещи. Ну, например, один в луже видит тужу, а другой видит звезды. Вот я вам желаю успеха. Вы знаете, что Сайенс Симпласт практикует обучение по стипендиатам вуза. И если у вас будет желание обучаться предприятиям, то, пожалуйста, кадровая служба всегда рада вас видеть. Особенно у нас вот победители олимпиады. Победителями олимпиады стали среди девятых классов Семен Тишин, Алена Ступина и Екатерина Ботвинка. Среди десятых классов Виктория Кирсанова, Анна Ведерникова, Андрей Юминчук. Среди одиннадцатых классов Наталья Минкевич, Кристина Липская, Зиминец Данил Милоушкин. Победителям вручили почетные грамоты и денежные премии от администрации предприятия. По словам самих школьников, участие в подобных олимпиадах дает им уверенность в собственных силах, заставляет мыслить неординарно. Задания были очень интересными. Не скажу, что они были очень сложными. То есть я, в принципе, решила почти все. Мне именно было интересно решать, потому что задания всегда творческие. Я планирую сдавать в химию ЕГЭ и в дальнейшем поступить именно на университет. Какие-то вот эти химические реакции, задачи, они именно мне интересны очень. Как-то хорошо я себя чувствую в химии, дается мне легко материал. Я участвовала в этой олимпиаде в прошлом году и решила поучаствовать в этом, так как в прошлом году задания мне показались интересными, не такими уж заоблачными, сложными. И я решила попробовать свои силы также в этом году. И тем более, что я учусь в гимназии физхим-профиль класс. И поэтому я думала, что справлюсь с заданиями. Чтобы дети могли проверить свои знания, чтобы оценить возможности, чтобы, как сказать, понять, на что они способны. Я хорошо знаю химию, буду сдавать ЕГЭ, собираюсь поступить в медицинский, ну, то есть связать с химией свою жизнь. Я считаю, что олимпиады нам нужны, потому что сразу проявляется характер людей, которые участвуют в этом. Ну и для предприятия это новые люди, новые работники. На сегодняшний день химические технологии в стране и на сайенс-химпласте, в том числе, это уже не просто химия. Это современные энергохимические технологии, когда энергия, которая выделяется во время химических реакций, используется там, где она нужна в этом же процессе. Реконструкция на предприятии продолжается. А это значит, что совсем скоро здесь будут востребованы молодые, грамотные специалисты. Вероятно, в том числе и участники нынешней олимпиады по химии. Продолжение следует...